Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях заведующий урологическим отделением медицинского центра «Еломет» хирург высшей категории Александр Геннадьевич Чуваев. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Геннадьевич! В Центральном федеральном округе, куда входит и Рязанская область, число случаев заболевания мочекаменной болезнью с каждым годом растет. Из статистика заболевания 200-300 случаев на 100 тысяч человек. Это можно уже назвать массовым заболеванием? Насколько оно опасно? Мочекаменная болезнь – это достаточно распространенное заболевание, проявляющееся формированием конкрементов в различных отделах мочевыводящей системы. Чаще всего в почках и в мочевом пузыре. Статистические данные говорят о том, что это достаточно распространено. 200-300 человек на 100 тысяч населения. Это заболевание является одним из массовых среди всей урологической патологии. Чаще всего мочекаменная болезнь встречается у людей с возрастом 30-60 лет. Мужчины болеют в 2,5 раза чаще, чем женщины. У детей мочекаменная болезнь встречается достаточно редко. Среди факторов развития мочекаменной болезни в первую очередь – это наследственная предрасположенность, гормональный дисбаланс, погрешности в питании и водном режиме. Насколько опасна эта болезнь? Болезнь достаточно серьезная. Легкомысленно к ней относиться нельзя. Но своевременное лечение может нивелировать все риски мочекаменной болезни. Если при диагностировании необходимо назначить лечение, то серьезных осложнений практически не бывает. Серьезное осложнение данного заболевания – это возникновение инфекционных процессов, это острый пионефрит, острый цистит, формирование гидронефрозов различных, возникновение острой почвенной недостаточности. Последние встречаются реже и при своевременном лечении практически их, можно сказать, что можно избежать. Но при несвоевременном лечении может привести к достаточно серьезному сложению вплоть до гибели пациента. Сейчас, к сожалению, в Центральном федеральном округе отмечается достаточно большой рост заболеваемости мочекаменной болезнью, что относится и к нашему Рязанскому региону. В чем причина такого стремительного роста? Это же не вирус, который передается воздушно-капельным путем. Да, это не вирусная болезнь. Эта болезнь, так скажем, обусловлена несколькими факторами. В первую очередь это наследственность. Во-вторых, это увеличение факторов риска, это такие, как сахарный диабет, это метаболический синдром, нарушение питания, нарушение водно-электролитного обмена у пациентов. В связи с этим заболеваемость в настоящее время растет. Во-вторых, увеличение частоты выявляемости мочекаменной болезни связано с более современными диагностическими возможностями, которыми врач может применить непосредственно к каждому пациенту. Это ультразвуковое исследование, это компьютерная мультиспиральная томография, которая позволяет на ранних стадиях и вовремя диагностировать данное заболевание. Как проявлять себя заболевание и на какие симптомы нужно обратить внимание в первую очередь? И служат ли они поводом для экстренного обращения за медицинской помощью или можно лечиться самостоятельно? Проявления мочекаменной болезни могут быть разнообразными. У некоторых пациентов они имеют малую симптоматику. Это небольшие ноющие боли в поясничной области, тяжесть какая-то, что чаще всего возникает при наличии конкрементов в почках, достаточно крупных, которые не вызывают каких-то острых болей, почных колик. В таких случаях диагноз ставится чаще всего на основании, например, общего анализа мочи, в котором есть изменения, которые были проведены по другим каким-то патологиям. Либо при ультразвуковом исследовании, например, брюшной полости затрагивает почки, видит конкременты и тем самым говорят пациентам, что вот у вас мочекаменная болезнь. Но чаще мочекаменная болезнь себя проявляет в виде почечной колики. Это когда достаточно мелкие конкременты начинают выходить из почки, из лоханки, из почечных чашечек и закупоривают мочеточник. И тем самым возникает острая боль на фоне нарушения оттока мочи из почки. Далее боль может сместиться в область живота, в область мочевого пузыря, либо в половые органы, что говорит о продвижении конкремента. Приступ может сопровождаться повышением температуры тела, ознобами, тошнотой, рвотой, возникновением синдрома интоксикации, повышением температуры тем самым. И вплоть до того, что может возникнуть отсутствие мочеиспускания. Повышение температуры тела и отсутствие мочеиспускания – это достаточно грозные осложнения мочекаменной болезни. Они требуют экстренно квалифицированной медицинской помощи. И потеря времени, и неправильно выбранная тактика как пациента, так и врача может привести к достаточно пагубным последствиям. Вплоть до гибели пациента или операции по удалению почки. Мелкие конкременты же, они чаще всего выводятся с мочой, иногда вызывают небольшой дискомфорт, но это встречается очень редко. Крупные же камни могут серьезно повредить мочевые пути, и их самостоятельный отход практически невозможен. Сложно ли диагностировать мочекаменную болезнь, чтобы начать лечение на самой ранней стадии, и нужно ли использовать какие-то специфические методы обследования, или врач может поставить диагноз сразу уже при осмотре? Конечно, поставить диагноз мочекаменной болезни может только врач. В настоящее время установление мочекаменной болезни не представляет большого затруднения. При плановом обследовании в амбулаторных условиях нужно обращать на общий анализ мочи, наличие в них эритроцитов, что делает подозрение на наличие мочекаменной болезни. Обязательно оценивать жалобы пациента, анамнез, наличие наследственных заболеваний, например, если у родственников в анамнезе есть мочекаменная болезнь, они лечились по поводу камней, то чаще всего наследственность присутствует в данном варианте. Не следует пренебрегать и данными общего осмотра пациента, пальпацию области почек, выявлять болезненности, определять симптомы поколачивания по поясничной области, когда легкие постукивания по пояснице могут вызывать болевые ощущения, что свидетельствует о наличии почечной колики. Всем пациентам в медицинском центре ЛАМЕТ с подозрением на мочекаменной болезни мы всегда проводим ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование позволяет поставить диагноз мочекаменной болезни практически в 99% случаев. Причем ультрасонография определяет конкременты не только, которые видимы на рентгене, но и невидимы, что позволяет лучше диагностировать. Если диагноз подтвержден, что делать дальше, каковы дальнейшие действия и какими методами сегодня лечится мочекаменная болезнь? При выборе метода лечения, как собственный метод диагностики этого заболевания, мы опираемся на принципы доказательной медицины. А это значит, что мы в лечебном процессе используем высококачественные научные исследования, с одной стороны, а с другой опираемся на клинические мышления и профессиональный опыт врачей, обеспечивая индивидуальный подход к каждому пациенту. Наличие конкрементов в мочеточнике является основанием на назначение специализированного лечения. На начальных этапах это может быть консервативная терапия. Назначение фитопрепаратов, спазмолитиков, анальгетиков, физиопроцедур. Но при отсутствии эффекта от данного вида лечения надо будет переходить к более радикальным методам. Это все-таки оперативное лечение. На современном этапе развития медицины практически единственной заменой открытых оперативных лечений по поводу мочекаменной болезни являются методы эндоскопические. Это трансуртральная контактная литотрепсия с использованием энергии лазера. В медицинском центре «Эломет» мы проводим данный вид процедур приблизительно около 30 в год. Но у нас есть возможность сделать эту манипуляцию более доступной для наших пациентов. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что из себя представляет эта методика, насколько она безопасна. Уверена, что многие наши телезрители не слышали о ней. Да, методика перспективная, она современная. Уротера литотрепсия подразумевает точечное воздействие на камень, который располагается в мочеточнике, высоко концентрированной энергией. В данном случае энергия лазера. Под воздействием данной энергии происходит дробление конкремента на более мелкие части. И в последующем излечение их. Использование лазерной энергии позволяет раздробить камень любой плотности, а также воздействовать сразу на несколько конкрементов в различных отделах мочеточника и получить отличные послеоперационные результаты. Основными преимуществами данной методики является отсутствие разрезов и, как следствие, минимальная травматичность для пациента. Отсутствие болезненных ощущений, потому что пациент находится под наркозом. Достаточно быстрая скорость проведения данной процедуры. Она занимает не более часа. И, конечно же, быстрая и нетравматичная реабилитация пациента. Сама операция абсолютно безопасна. Ее риски намного меньше, чем при открытых хирургических вмешательствах. Правильно ли я понимаю, что эффект от процедуры наступает практически сразу? То есть, грубо говоря, сделала, забыла болезнь? Забыть о болезни не получится. Мочекарная болезнь, появившись однажды, она, возможно, будет сопровождать пациента всю жизнь. То есть, диагноз ставится один раз и на всю жизнь. То есть, если даже болезнь была когда-то, то мы всегда ставим диагноз мочекаменной болезни в анамнезе. Но само разрушение камня происходит, можно сказать, онлайн. Пациент избавляется от него сразу во время операции, потому что конкремент дробится на мелкие части, один, два, три миллиметра, которые либо извлекаются, либо отходят самостоятельно. И не вызывает особых болевых ощущений в послеоперационном периоде. Сколько нужно восстанавливаться после операции, и как быстро пациент может вернуться к своему привычному образу жизни? Восстановление после операции практически происходит сразу. И пациент после того, как выходит из наркоза, может вернуться к своей привычной жизни. То есть, двигаться, питаться. Через один-два дня мы обычно данных пациентов выписываем из стационара. Полное восстановление происходит в течение 10 дней. Иногда, да, иногда требуется назначение специфического лечения и в послеоперационном периоде. Это либо антибактериальная терапия, анальгетики, спазмолитики, дабы более быстро и качественно вывести пациентов из послеоперационного периода. В послеоперационном периоде пациенту необходимо ограничить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим, диету, заниматься физиопроцедурами, если это есть необходимость при этом, и принимать витамины. Благодарю вас за такую содержательную беседу. Позвольте задать еще один важный вопрос. Можно ли защититься от мочекаменной болезни? Существуют ли эффективные профилактические меры, чтобы не столкнуться с этим заболеванием? Какой-то специальной профилактики нет. Но важно соблюдать общие принципы профилактики мочекаменной болезни. Включая в себя контроль за массой тела, правильное питание, активные занятия спортом, питьевой режим, исключение вредных привычек, своевременное и последовательное обследование при необходимости. Особую важную роль играет питьевой режим, потому что доказано, что потребление большого количества жидкости способствует тому, что почки быстрее очищаются, мелкие конкременты способствуют отхождению, водная нагрузка. И у людей, у которых мало принимают жидкости, частота возникновения мочекаменной болезни значительно выше. Ну и, конечно же, необходимо своевременное обследование профилактическое на выявление данной патологии, чтобы избежать в последующем каких-то осложнений. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова